47-летний мужчина погиб при перекачке нефти в Бугульминском районе. По предварительным данным, погибший работал в транспортной компании и должен был доставить в пункт передачи нефти наполненную цистерну. На неё мужчина и забрался, чтобы начать перекачку жидкости. Открыв люк, рабочий вдохнул ядовитые пары, ему стало плохо, и он упал вниз головой с трёхметровой высоты. В результате падения через несколько минут он скончался на месте. По предварительным данным, мужчина при открывании люка должен был быть одет в противогаз, и в таком случае трагедии бы не произошло. На данный момент проводится мероприятие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято продукциальное решение. Тело 88-летней женщины было обнаружено под окнами одного из домов в Мензелинске. Рядом с пенсионеркой следователи нашли связанные простыни и сумку с деньгами. В подробности вникала Дарья Петрова. Тело пенсионерки под окнами дома на улице изыскатели обнаружили в минувшие выходные случайные прохожие. Вскоре стало очевидно, женщина упала с балкона жилого дома. По предварительным данным, 88-летняя женщина приехала в гости к родственнице. Когда та собиралась уйти в магазин, пенсионерка попросила её закрыть дверь снаружи, поскольку у неё проблемы со слухом, и она может не услышать звонок. А после того, как родственница ушла, пенсионерка решила выйти на балкон. По невыясненным причинам в какой-то момент пожилая женщина связалась с простыней своеобразную верёвку и попыталась по ней спуститься вниз с третьего этажа. Однако сорвалась и упала с высоты на землю. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. При этом у женщины при себе было обнаружено около 100 тысяч рублей, которые та копила на свои похороны. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации Преспублики Тарстан проведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие событий какого-либо преступления. Вполне возможно, что пенсионерка просто чего-то испугалась, поэтому взяла все свои сбережения и поспешила покинуть квартиру через балкон. Так или иначе, в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. В Зеленодольском районе женщина забралась на колокольню. Это произошло в поселке Октябрьский. По словам очевидцев, женщина вела себя довольно странно, поэтому люди решили вызвать сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели помогли ей спуститься. Настоятель церкви сообщил, что в этом поселке она не проживает. После случившегося женщину госпитализировали в психоневрологический диспансер Зеленодольска. Грабеж в круглосуточном баре произошел сегодня ночью на улице Боруди. Схватив вожделенную емкость со спиртным, мужчина попытался убежать, но его догнала продавец. Момент преступления попал в объектив камер видеонаблюдения. О том, что в помещении бара установлено сразу несколько камер видеонаблюдения, мужчина хорошо знал. Ведь он является постоянным клиентом этого пятийного заведения. Тем не менее, это не остановило злоумышленника. Его даже не смущал тот факт, что в момент грабежа рядом находились другие покупатели. Вы в этот момент рядом? Я в этот момент по просьбам покупателя отошла. Буквально минуту. Он опросил что-то еще что-то заказал? Нет, не, он другие покупатели попросили. Я отошла. И пока я отошла, он подошел, взял бутылку и пошел. Очень спокойно пошел, даже не торопился. Очевидцы даже не подумали догонять злоумышленника. Зато следом тут же рванула женщина-продавец. Она поймала грабителя довольно быстро. Даже забрала у него украденную бутылку горячительного. Но пока вызывала стражи порядка, человек снова убежал. Страшно было, вдруг кто-то с агрессией проявил. Ну, что делать? Работа у меня такая. Сотрудники охраны задержали мужчину в ближайших дворах и передали патрульному экипажу ГАИ. Ты сам как себя повел, что сказал? Ну, как всегда, ничего не воровал. Все, привезли, она опознала, вызывая полицию, сказала, вызывайте, буду заверить написать. У вас в преступлении подозревают? В каком? Грабеж, говорит, я говорю. Пожалуйста, в каком грабеже не знаю. А? Нет ничего. Вы здесь просто на улице проходили? Да, да, все верно. Хотя никаких убытков владельцы заведения не понесли, тем не менее, женщина-продавец говорит, что дело вовсе не в деньгах. Ведь постоянный клиент уже до этого угрожал ей грабежом. И если мужчину не проучить, неизвестно, на что он решится в следующий раз. Приходил, да, и как бы меня предупреждал. Руку засунет, но он не трогал ничего, а просто руку засунет. Я у тебя сейчас бутылку возьму. До этого было? Ну, это несколько смен назад. Дальнейшую судьбу задержанного будут решать следователи. Вы снова в перехвате, мы продолжаем. Невнимательность за рулем привела к аварии, которая произошла вечером на улице Чистопольской. Столкнулись Лады, 14-й модели и Приора. По предварительным данным, виноват произошедший в 14-й. На перекрестке с улицы Абсалямова молодой человек решил развернуться. Согласно правилам, он должен был уступить дорогу встречному транспорту. А водитель говорит, что почему-то не обратил внимания на Приору, которая ехала по автобусной полосе. После столкновения машина виновника ДТП развернула. Сразу после случившегося водители довольно эмоционально выясняли между собой отношения. К счастью, до потасовки дело не дошло. Спорщики быстро остыли и вызвали на место инспекторов ГАИ. На улице Павлюхина автобус Хёнда протаранил Гранту. Хоть удар и пришелся в заднюю часть Лады, несоблюдение дистанции водителем маршрутки тут ни при чем. Виновным себя признал владелец легковушки. Водительский стаж у владельца Лады больше 20 лет. Мужчина говорит, поэтому обидно, что попал в довольно глупую аварию, которая произошла исключительно из-за его невнимательности за рулем. Ну, виноват, я не убедился, не убедился, смотрел, что это автобус сидит. Не убедился. Легковушка ехала со стороны улицы Даурской. Мужчина в последний момент заметил нужный поворот во двор, поэтому резко свернул на автобусную полосу, по которой в это время двигалась маршрутка Хёнда. Подъехал по автобусной и решил сразу завернуть. Поварок включил, решил завернуть сюда. Вот сюда, где машина стоит. И автобусный шпякнул. Хотя скорость у общественного транспорта была небольшой, тем не менее, из-за вес автобуса удар оказался довольно мощным. Ладу сначала отбросила к обочине, где легковушка врезалась в высокий пореврик. Остановиться она смогла лишь на середине дороги. В салоне маршрутки были пассажиры. К счастью, помощь медиков никому из них не понадобилась. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемых в нелицензированной продаже табачных изделий. Двое мужчин подозреваются в приобретении, хранении и продаже немаркированного табака для кальяна. На месте продажи нелицензированного табака таких коробок с курительной смесью оказалось больше дюжины. А по признанию самих задержанных, товар они планировали сбыть более чем на 600 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что подозреваемые с июня по август 2017 года организовали канал поставки в Республику Татарстан немаркированного кальяного табака различных зарубежных производителей с целью последующей реализации. Позже оперативники подразделения экономической безопасности выяснили, один из подозреваемых был непосредственным арендатором помещения и организатором преступной деятельности внутри магазина. По итогам проведенных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции НВД по Республике Татарстан из нелегального оборота изъято более 1200 килограммов немаркированной табачной продукции. Сейчас МВД Татарстана в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение, хранение или сбыт товаров, продукции без маркировки». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы сроком до шести лет. Продолжение следует...